На дворе стоял 2007 год. Я, истинный поклонник человека-паука Тови Магуайра, пересмотревший все кассеты с двумя предыдущими фильмами, знавший наизусть оттуда все сцены и цитаты, только что пришел сеанс за третьей части, заплаканный от концовки, на безумно довольный СМИ фильмом, а критики могут пойти в задницу и по сей день. Это я помню. Но откуда я, черт подери, узнал, без навыков владения интернетом вообще мелкий пи***дюк, что есть игра по третьей части? Это я, б***ть, не помню. Дальше история, ну, более-менее вырисовывается в моей голове. Я слезно прошу родителей купить мне эту игру, те жалились и купили мне вот этот диск, который, сука, у меня есть до сих пор. Как сейчас помню, держу ее, а сам думаю, не потянет, прорывная игруха. Как в воду глядела, разумеется, не потянула. А что же было дальше? Мне купили новый компьютер, и он ее потянул! Хреновые у меня сюжетные повороты, знаю и предисловия никакущие. Пора уже переходить к сути, но тут вы, возможно, спрашиваете, сумочки. А почему именно в третьей части? У тебя было столько игр про паука. А я отвечу, да, The Movie, это мое детство, люблю. Да, вторая часть, это тоже мое детство, тоже люблю плевать на критиков и объективные факты. Но, блядь, в третьей части я, сука, жил. Я в ней, ёб твою мать, жил. Я проходил ее до поседения, проходил с нерабочими сейвами, нерабочими куты, я проходил с залпом. Только какая вверх ногами не проходил. Я знаю про нее ВСЯ! Вообще нахуй ВСЯ! Так же, как и про Web of Shadows. Это две мои самые любимые игры про человека паука, в которые я играл. Я играю, наверное, так и буду играть. Как вонючий бумер, коим я и являюсь. С вами Сумочкин, а это обзор на столь дорогую игру моему сердцу, но так ненавидимую всем человечеством, Spider-Man 3 The Video Game. Моя работа порой становится такой скучной. Вот есть Head in Time. Она появилась благодаря мечте одного человека, Йонаса Керлева, желавшего сделать игру про девочку, путешествуя по различным мирам. А Человек-паук 3? Ну это, Activision открыла грязным ключом подвал, в котором сидят Рейард, чтобы они сделали игру к выходу очередного фильма. Игра вышла спустя месяц после премьеры. Все. А, ну еще игра собрала средние оценки, кто бы сомневался, и разлетелась настолько версии, что это, б***ь, неприлично. Вот вам и PS2, и PS3, и ПК, хвала небесам, и на ВИЗа какой-то хуй. И Nintendo DS, и Game Boy Advance, и даже на мобилу, сука, я играл в эту игру, и даже проходил. Наличие всех этих версий легко объяснил. Громкая премьера продолжения, так всем полюбившейся франшизы, а соответственно ни одна платформа не должна остаться чистой и незамарной. И с каждого туалетного бачка должны играть три типа у... Говорит, мы конечно же будем про версию на ПК. Кто-то что-то там вякает, мол на PS2, PSPV, тоже ничего, и что они в чем-то даже превосходят старшую сводную сестру, но... Честно, я не человек графики, серьезно. Я люблю полигональные старые игрушки, я на них вырос, они нашли меня в джунглях и воспитали как своего ребенка. Но смотреть на это, это же больно, б***ь. А запустить это, тянет на целую пасту. Паук влетает, проходит секунд пять, и все виснет. И ладно, б***ь, все повисло. Звук превращается в такую штуку. Начинается пенис мьюзик. Тем не менее, возвращаясь к нашей версии, вспоминаем, что каждая игра по фильму должна хоть в кое-то мере рассказывать собственно сюжет фильма. Звучит разумно. Так как же чувствует себя сюжет в третьей части? В это сложно поверить. Но игре Человек-паук 3 не интересен сюжет Человека-паука 3. Если в других играх от себя тянет составлял где-то четверть от истории и старался, ну, я не знаю, как-то вклиниваться в нее что ли, то тут, ёб***ь, больше половины сюжета крутится, хрен пойми вокруг чего. Тут вам и три новые банды, и ящер, которого Сэм Рэмми хотел сделать в следующем фильме, а разработчики поганки-таки как на говне погадали и узнали, что его не будет. И даже Скорпион с носорогом, которые, одну секундочку, уже были в серии, да еще и с другим дизайном. Кхе-кхе-кхе. Ф**к. Чего и говорить, если игра начинается со злодея, придуманного специально для игры. У него аж целых пять миссий экранного времени больше, чем у Желчного и Песка из задницы. Невооруженным х**ом. Видно, как разработчикам больше было интересно рассказывать свои истории, нежели пытаться изображать фильм. Взять, например, того же Скорпиона. Сделали аж целый злодейский комплекс, который аж издалека как прыщик видно. Хе-хе, поняли, а сука? Не называйте меня по имени. Филиал Сколково поставили в городе. Видеоигру с отдельным геймплеем за**или. Тут, б***ь, даже драки лучше, чем в Спарке 2. Фак. Добавили трагичную сюжетную линию, что мистер Проперф-то хороший мужик, но дурачок. Ему обычной шваброй махать надоело, он захотел механическую. Вот и пошел на эти эксперименты, а миссис Обама-то его любит. И он ее, а стоит за всем этим цирком. Я же не один это вижу. Это конец жизни. Не забудьте про трусовую прокладку. Понимаете, что это такое? Я пухаю. Вот так. Возбуждение полового органа. А где ваша пуха? Как собратить мужчину? Или, например, возьмем безумного подрывника. Николая. Статьи Джеймисона разорили его компанию, или типа того, и теперь он будет мстить. Сначала, правда, взорвет свою компанию. Это чтоб чужие боялись, а потом взорвет друзья и взорвет родных. Может и с мотивами у него не очень, но зараза, разработчики просто тащатся от этого мужика. У Кольки есть шикарная тема, своя собственная армия солдат с самыми с*** сильными врагами в игре. Он толкает офигенные злодейские речи и чуть не убил редактора комсомольской правды. Конечно, под конец его сливают до босса вертолёт, а сам он куда-то улетает, и мы больше про него не вспоминаем. Но честно, я разделяю чувства разработчиков и их симпатию к колену. Всегда было интересно выполнять его миссии. Ещё можно вспомнить сотрудничество с детективом The Wolf, которое в основном состоит из фотографирования, но чёрт тебе дери, я хуйняная нуарная музыка делает эти миссии атмосферными до пи***ей. Ну и не забываем про три банды. Сами они ничего уникального из себя не представляют. Панки, годгёрлы, фу, как противно звучит. И кунг-фу, кунг-фу-панда. Наконец-то, достойный соперник, наше сражение станет легендарным. Но, натира, натира, натира! Но вот уровень их проработки заставляет задуматься, на что Троярш тратил свободное время в подвале. У каждой банды есть своя музыкальная тема. Каждая банда пользуется уникальным оружием и стилем боя. У каждой есть особые рандомные ивенты, и за каждой стоит колоритный главарь. Выглядящий достаточно интересно, чтобы хотеть набить ему морду, а после позвать на модный приговор. И что, сука, самое интересное? Оказывается, за всеми ними стоит Кингпин! Он, блядь, есть в игре! И ещё больше похож на Борецкого. Люди всё никак не могут определиться, как его там звать, то Амбал, то Кингпин. А как вам Шишка, блядь? Шиш-шиш-шиш-шиш! Я тут пока вам всё это рассказывал, уже и позабыл о миссиях, связанных с сюжетом фильма. Нахуя, блядь, игра про них тоже забыла? Но справедливости ради, когда игра всё-таки пытается в фильм, то у неё вполне добротно получается. Каждая заставка связана с сюжетом, либо полностью копируя сцену из фильма, либо же пытается на неё походить как только можно. И то, и то похвально, но всё равно чувствуется это, знаете, на это ебись. Ну типа серьёзно, оригин злодея показать в начальной заставке? Знаете, может херню спрошу, но... А кто он, блядь? Какие его мотивы? Почему он падает в зубучей песке Нью-Йорка? И Трюарч отвечает, знаете как? Фильм, блядь, смотри! О как! Я прям сто процентов уверен, что они руководствовались именно этой логикой. Мол, вы фильм-то уже глянули, значит объяснять вам что-то нахуй надо. В итоге получается, что какой-то мужик, неизвестно почему, падает в машину по борьбе с Энекеном Скайуокером и тонет там. Далее Паркера, чего-то спит в костюме и бормочет про какого-то там убийцу. Но мы, блядь, не знаем какого. Жижа его поглощает и следующее, что он решает сделать, первую же минуту получения нового гатча костюма, бить морду мужику потану в жилу в песке, который каким-то магическим образом снова живой и грабит банки неизвестно зачем. Оху... С Эдди Броком еще круче. В фильме хотя бы несколько поводов было ненавидеть Паркера, а в игре Паук бьет его в рожу за очевидную фальсификацию преступления. Тот обижается на это, начинает бешено махать своими пальцами сосисками, его мимика при этом опускается до уровня Гаррис Мод, и уже в следующей сцене, по волшебству, неизвестно зачем, он телепортируется в церковь, где Паук как раз проводит обряд очищения. Я, может, плохо говорю, может, плохо считаю, я повторю. Соска обиделся на Человека-паука, похитил маленькую девочку, похитил Мэри Джейн, только за то, что получил хлебопечку. Хотя видимых признаков повреждения на нем вообще нет. С Мэри Джейн еще смешнее. В игре есть миссия, где надо с ней летать и доставлять удовольствие, знаю. Звучит пошленько, но мы собираем сердечки. Да, когда ты говоришь то, что ты летишь доставлять удовольствие, ты так и говоришь, я иду собирать сердечки. Ну, нормально. Первая так вообще двигатель сюжета, и по ее окончанию Хэри уже под кислотой идет мстить. Вы же смотрели фильм, да? Вы же, блядь, все знаете! И таким макаром вы ее гоняете миссией 3. И все проходит одинаково. Вы летаете быстро, медленно, высоко. Но вот на последней, когда вы уже в черном костюме... С***, это ж умора. Вы делаете буквально те же самые действия, что делали до этого. Потому что анимация полетов, когда Паук кого-то несет с собой, всегда одинаковая. Но внезапно этот полет ей не нравится. А почему? А потому что их надо рассорить, как в фильме. И петь молебен за избавление от грехов. Но повторить момент из фильма... В голове у себя нарисую эту сцену. Ху**, вылетаешь, говорит Трелевчик. Говной воняет от твоих полетов. Вот и расстались. Ху**, его сердечки собираешь. Концовка... Я не знаю. Что-то из разряда записок из дурки. Песочный чувак, которого мы слили в унитаз, но он каким-то чудом снова выжил. Смотри фильм. Объединился с чуваком, которому дали по морде. И вместе они решили отомстить Пауку на заброшенной стройке. О чем Паркер узнает из телевизора дома. И выдвигается на выручку. Но попутно терпит фиаско. И вот незадача одному ему не совладать. Ща панчлайн будет. Хэри тоже смотрит телевизор. Он хотел отомстить Пауку за смерть отца. Смотри, сука, фильм. Врезался в стену. Хотя, не, ни ху**. Взорвал стену своей башкой. И был успешно отвезен в больницу. Камеру вырубай. После чего игра нах** забывает о его существовании. И только сейчас он появляется из воздуха. Смотря телек. И как ни в чем не бывало. Спешит на помощь. Я не могу, блядь, это читать. Я ржать хочу. Вы понимаете, что сюжет получается такой. Будто Хэри, получив по башке, становится с**ка добрым. И никаких обид больше не держит. Ах**енное решение проблем. Твой друг что-то буквует. Что-то залупается, блядь. Так ебни его башкой в стену. А потом он везде в больницу. Мигом похорошеет, блядь. Он бивает песочника полностью своими бомбами. Вы знаете, какая трагедия случилась с ним в фильме дальше. А здесь, я чё про сюжет не скажу, так в анекдот превращается. Черношопый бьет его так сильно. Что нах**ю вылетает из игры, мы его больше, блядь, не видим. Вау, блядь. Просто ах**ю, ёпта. Мораль знаете, какая у истории Хэри? Получил пи***и один раз, с**ался до конца игры. Получил пи***и второй раз, с**ался навсегда. Ха-ха-ха-ха. Эм-эм, битва с Веномом. Вы же так идеально воссоздали сражение с песочника, вплоть до победы над ним. Значит, и здесь будет то же самое, и нужно будет использовать звук, дабы отделить Эдди от симбиолога. Нет, время. Это время. Есть только... Арматура! Я понимаю, блядь, выглядит эпично и всё такое, ну с**ка. А как же следование фильму? А как же спасение Брока? Не, нах**й Брока. Подумаешь, на нём всё ещё сидит симбиот, который может слегка с него слезть? Да в пи***ду, пошлите целоваться и обниматься. Ох, песочный человек, ты натворил столько дел, замутил всю эту огромную битву. И, наверное, погубил немало народу. Но, погодите, у тебя есть дочь? А-а-а, тогда всё нормально, ты прощён. Этот цирк, блядь, напоминает мне концовку Зубови, где Паук и Мэри Джейн после победы над Гоблином и его последних слов сосались прямо рядом с его трупом. Вот об этом, блядь, Гарри знать точно не нужно. Пожалуй, это тот случай, когда надо себя тянуть смотреть интереснее, чем на сюжет фильма. Потому что на него х** положили. Я повторял это раньше, повторю ещё раз. Вы должны, блядь, посмотреть чёртов фильм. Иначе события в игре будут касаться каким-то театром комедии и тупейших событий. Есть и плюсы, кто спорит, за озвучкой наконец-то собрали весь каст из фильма. Отыграют все добротно, за исключением Брока, ему как будто анальную пробку вставили. Джеки Симмонс в роли Джеймисона, наконец-то! Всё это время какие-то левые хлыщи чё-то там пытались пердеть микрофон, а внешность их была больше похожа на вашего деда. Тоби Магуайр, который раньше исполнял в играх, но в третьей части его крики просто великолепны. Ну и не забываем про давнюю традицию серии приглашать Брюса Кэмпбелла на роль диктора в обучении. Да, вы не ослышались, Брюс Кэмпбелл, могучий эш, шоумен из первой части, капельдинир из второй, метродотелис третий. Планировалось, что он будет играть Мистери в четвертой части, но... Я его голос подмечаю ещё с The Movie, каждый раз он саркастично подшучивает над игроком в обучении во всех играх по фильмам. ...вы не забывайте, чтобы не было. ...вы не забывайте, чтобы не было. Я собираюсь обучать его. ... 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 Ты — это красный, красный, и таргет — это красный. Так вот, сейчас будет возможность self-честить для цвета. Ну, следующее, что я хочу сделать, чтобы вы уходите. Я имею в виду, просто прыгай. Я бы не сказал вам, чтобы сделать что-то опасное и опасное, бы я? Вы всегда делали то, что люди говорят. Знаешь, есть слово для этого. ЛОСЕР! О, это было круто, да. И я не скажу это для всех, кто купил эту игру. Видите, что arrow-shaped в голове? О, это было круто. Да, это было круто. Да, это — это. Это рейт. Танцы, куда надо идти. Мой мама и я очень рады. Вы можете нажать на байон на байону, то есть, как раз, как раз, в правом праве, rtели казалось, что внизу. Подтяните на байону на байону. Понятно, что? Подтяните на байону на байон. Подтяните на байону, и вы можете рисовать маленькие строения в один раз. Я не думаю, что вы не так впрешите, Что я всем этим хочу сказать? Разработчики старались, честно. Пусть и сюжетных моментов мало, зато воссозданы безупречно. Тут вам и битва с новым гоблином. Сначала на его доске, а впоследствии можно летать и сражаться где только душе угодно. Битва с песочником, которая, не бейте меня за мои слова, выглядит намного круче битвы из фильма за счет многоуровневого поединка. Я уж молчу про общую постановку катсцены, в частности всех этих драк по фильму и не только. Все это есть, но не дожали, не раскрыли до конца. Скорее всего торопились, знаем мы эту историю, успеть в премьере много чего подрезать, в том числе и графику. Вот серьезно, я не хочу ругать сюжет, мне он нравится. Мне весело следить за этим ебаным цирком имени Кащенко, но у графики нет никаких оправданий. Город Нью-Йорк, один из самых известных и красивых городов планеты, выглядит как ебаная серая биомасса. Все серое, все монотонно, я поиграл во вторую часть на эмуляторе, блять, даже там город живее выглядит, чем здесь. Можно, конечно, представить, что это не Нью-Йорк, а какой-нибудь город из нуарных детективов, тогда да. Темно, как в заднице, дымища повсюду и бомжей дохренища. Здесь я должен был вставить кусок с тем, как я показываю бомжей, но похоже, что игра каждый раз действительно генерирует разных жителей, и у меня бомжи не спавнятся. Зажимут бомжи. Ночные игры, это правда. Куда уходят бомжи? Я четыре раза зашел в игру, нет бомжей. Так что, простите, я вам их не покажу. Игра прячет от меня бомжей. Ситуацию спешит исправить динамичные смены дня и ночи. Тут скажу сразу, в третьей части реализованы лучше, чем во второй, ибо там сутки сменялись так быстро, что вы даже пукнуть не успеете, уже солнце село. Здесь поспокойнее и подольше идет этот процесс. Неплохой закат, с этим не поспоришь, солнечные лучи классно бличут на всяких витринах, а еще они богуют в воздухе. Но ночь, сука, такая же монотонная, как и день, все серое, темно как в жопе, негры уголь воруют, да и луны нигде не видно. Видимо, Эггман все-таки ее обоссал. Вот то, как выглядит сам город, именно его строение и масштаб, мне нравится больше, чем в App of Shadows. Там вы настолько переполнены силой, что легко можете переодолеть любое здание без видимых усилий, улететь в стратосферу, метать машинки и ломать витрины. Город для вас игрушечная детская площадка. Здесь же он реально гигантский, вы ощущаете себя в нем просто маленькой букашкой, еле как взбирающейся в небеса. И мне это безумно нравится. Я чувствую величину этого города, как он буквально обволакивает меня своими огромными небоскребами. Я не раскидываю машины прыжками или взрываю все к чертям своими взрывами. Нет, все приземленное и простое, как и сами фильмы. Кстати и о них. По всему городу раскидана парочка уникальных зданий и мест, в которые можно зайти. Такие как дом Осборна, здание Оскар, логово Гоблин и квартира Питера. А еще пара-тройка сюжетных и побочных магазинов. Все это приятные мелочи и похвально, что разработчики не забили болт, а старались наследить город интересными местами, знакомыми нам по трилогии. Но увы, визуал все еще ужасен. Здесь уже просто никак без решейда. В обзоре на Web of Shadows я слукавил, сказав, что всегда играю с решейдом. Вовсе нет. Та настройка мне показалась слишком кислотной и впоследствии я от нее избавился. Да, графика и веб-незвезд с неба не хватало, но хотя бы была приемлема, но тут... Реально всю игру этот решейд не выключал. Просто пи***ц, как окружение монотонно выглядит. Зато настроив фильтры, прибавив насыщенности, втопив блюры да потеплее, добавив контраста, игра прям заиграла. Солнце греет своим светом стены домов. У самих зданий появилось больше цветов, чем серый. Да, внизу все еще темновато, но по крайней мере не так монотонно. Даже какая-то картина волшебная вырисовывается. Мол, внизу-то темновато, туда не попадает солнечный свет, но человек-паук, он может взлететь ввысь, выше всех этих небоскребов и насладиться теплом солнца. Че-то даже Матрица вспомнилась. Я даже впервые за долгие годы заметил, что у игры, оказывается, есть освещение. Да, представьте себе, лучики света там и тут появляются на различных поверхностях, и это классно. О, закаты, какие стали сочные закаты. Имя только любоваться и какой-нибудь ретро-вейв слушать. Да и ночь теперь не такая унылая. Но это только город, а в игре есть еще жители или, упаси боже, главные герои. Начнем с чего попроще. Вебня сосет, официально. Вебня нахрен сосет с ее жителями. Раньше я шутил про Матрицу, но вебов в Шадоуз... Сука, реальная Матрица, одни и те же чуваки в рубашках и костюмах, одна и та же телка в розовом. Серьезно, все в ебаных рубашках, все фанаты Гены Букина. В тройке же, напротив, разнообразие горожан настолько велико, что я в какой-то момент словил себя на мысли. По-моему, каждый заход в игру генерирует новых жителей, я не шучу. Тут и мужчины, и женщины, и негры, и старики, и бомжи, ебнутая сука. Да, лица порой встречаются пугающие, но зато шмотки разные. Не, тут проблема в другом. Третья часть сосет. Официально, третья часть сосет с ее жителями. Ибо сколько вы на них костюмов не вешаете, а того факта, что они мертвые, нахуй, это не изменит. Впереди опять разборка. И выдать ему щит. А мне похуй. Бля, аль. До сих пор похуй. Не поверишь, мне все равно похуй. Похуй. That's the fuck, boy. Вы их толкаете, ноль реакции. Ходите рядом, прыгаете, ноль реакции. Можете хоть лавочки на их глазах ебать. Хоть коммунистическую пропаганду разбрасывать, им поебать. Я не могу в это поверить. Во второй части на вас обращают внимание и кричат проклятие вслед. В ултимейте их можно толкать. А тут ни ху**а не маргарина. Единственная возможность интерактива с ними, это когда вы останавливаете преступление, и кто-то начинает либо бежать на съ**ки, либо вам аплодировать. Или же вы их толкаете в стены. Да, если просто толкаете, то хоть кругом на срё. А вот в стену, ну ты чё-то попутал, букашка. С полицией прям вообще милотан. На преступление всегда приезжает одна машина. С полицейским, говорящим одним и тем же голосом. В какой-то момент я начал воспринимать это как фишку. Ну может, у меня уже кукуха поехала? Ну реально, я смотрю на это и представляю. Паучок, паучок, паучок и чёрно-белый коп. Только день начнётся, паучок проснётся, гаража над банью госпоспасёт. Паучок, паучок, паучок и чёрно-белый коп. Без ошибки точно. Он разносит сволочь. От работы он не устает. Главные герои. Я, по-моему, уже говорил о них в том обзоре, но скажу ещё раз. Я не считаю их ищадим сатаны. Они вполне себе похожи на актёров. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Больше всего получился Джеймисон. У него и моделька самая хорошая, и мимика, в общем и целом, ничего. Иногда. Мэри Джейн хороша, Хэри хорош. Только вот на его лице застыла одна единственная эмоция, когда напердел и не спалил. Я выше пердун. Я и... С Коннорсом он тоже с актёра срисовали, придерживаясь канона фильма. А вот Питер... Ну он как бы похож на Тоби. Как бы похож. Издалека. Но вот если приблизить, то Спайдер-мен превратится в Я твою мамку, выебил своим джепегом. Блин, она. Этакий крутой ублюдок. Очень стрёмная рожа. Кошмарная мимика. Этот дрым вечно щурится, как маньяк, выискивающий жертву. Блин, он даже глаза закрыть не может. Всё щурится, козлина, про убийцу какого-то говорит. О, шизик еб***кий. Сам же, блядь, этим убийцей и является. Кликуха пращур. Но не это главная его проблема. Пофиг на мимику. С этим тут у всех не очень. Ну как они могли просрать его перевоплощение и эмо-чел... Челку. Перевоплощение и эмо-челку. Да чел... Как они могли просрать его перевоплощение и эмо-челку? Серьезно, почему? Неужели так я не была поднять толстую задницу и нарисовать ему черную рубашку и добавить челку? Изменений в его поведении после получения гудрона либо вообще не видно, либо они настолько гипертрофированы, что в 2020-м за эту сцену игру бы сожгли на костре. Ну а Питер же не всегда Питер. Ты понял, Питер? Понял, Питер? Я все понял, Питер. Питер? Питер! Питер! Смешно, блядь! Ха-ха-ха! Смешно, блядь! Питер! 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 Раны! Ебучий! Вонючий! Игре по ебаним! Говнючим фильмом! Паук! Ебаним его в рот! Стой! Негров! Не похож, сука, на себя из фильма! Я не говорю сейчас про тело! Его-то любая мразота нарисует! Ну вот голова! Глаза! Глаза, сука! Это зеркало души! Я ненавижу эту ебаную контору! Сука, блядь! Ни в одной игре глаза не сделаны правильно! The Movie, пожалуй, подобралась ближе всех! Глаза, в принципе, правильной формы, только вот угол не тот! Да и форма головы и все портит! Второй сразу пролет! Цвета костюма тухлые, как твои дохлые носки! А его голова настолько худая, что начинаешь удивляться, как его вообще, блядь, в пиццерии ассоциируют! А третий! Гомодрил еб***ь! Кривые глаза неправильной формы! Инопланетная голова гомункула! И абсолютно белые паутинки без намека на блеск под освещением! В The Movie были нормальные паутинки! Сука! Во второй части на ПК блестели! В третьей нет! Хуй себе намажь фосфором и блестей! А паутинки не будут блестеть! И знаете, меня бы не волновал этот факт так сильно! Ну не похож ни один из них на паука из фильма! Ну значит его нельзя бы осознать в видеоиграх! И три игры жили в мире! Но все изменилось, когда Insomniac Games развязал войну! И сделал бл**ть идеальный костюм паука Сэма Рэйми в истории! Вы понимаете какой это был для меня удар? Я почувствовал себя ничтожеством! Бичом с помойки! Значит я всю жизнь! И играл в эти квадратные уродливые игры! Смотрел на этих пауков! Этих мразей не похожих на себя из фильма! И тут значит как гром! Как пи**ец! Выходит игра Next Gen! В которой костюм по фильму буквально не отличить от настоящего! И она даже не по фильму! И конечно же все на консолях! Ладно! Я играл вашего этого паука на соснолях! Специально б**ть всю игру прошел этим костюмом! Угу! Тот хайтек высер дизайна мне сразу не понравился! Так что в принципе моя душа спокойна! Все нормально! Я и не жалею о годах проведенных в играх детства! Нисколечки! Возвращаемся к костюму из игры! Это был 2019 год! Я тогда просто сидел патрулировал ютубы и третий паук у меня даже не был установлен! И тут! Совершенно внезапно! Ютуб решил заработать! Делает он это крайне редко! И порекомендовать мне видео какого-то неизвестного чувака! Насивший гордое название! Я когда увидел превьюшку! Чуть сердце из задницы не высрал! Бегом открыл видео! И что я вижу?! Чувак посредством текстмода! Программа позволяющая ставить всевозможные скины на игры! Сделал паутинки блестящими! А глазам добавил текстуру! Слово охуел! Не способно описать мое состояние на тот момент! Вы понимаете что я моментально полез устанавливать третьего паука и ставить мод! И когда я его поставил! Лепорт! Да! Смотру немного не естественно! Что паутинки теперь так сильно блестят металлом! Но черт подери это лучше чем нихуя! Это лучше чем простая белая поебьня! Я был в экстазе, паук выглядит великолепно, так как и должен, и все это благодаря рандомному видео, рандомного чувака. Но подвох был в другом. Дальность прорисовки персонажа. Видите ли, в третьем пауке даже ху**я, что и в Apple Shadows. Все освещение, свет из окон и прочие светящиеся объекты были порезаны, и пекли в очередной раз получили порт от души и сердца. Но, они решили сделать нам подарок. Так сказать, компенсировать утраченные эффекты и добавили более детализированные и объемные паутинки на костюм, коих не было на консолях. Там они постоянно плоские. Но прикол, сука, в том, что отдалившись от паука совсем на мизерное расстояние, паутинки моментально теряют свою детализацию и сбрасываются на плоские. Ведь, боже мой, эти мерзкие, вонючие коробки, набитые дерьмом, не потянут их на большом расстоянии. Так ведь рассуждает Тарьярч, так ведь рассуждает Activision. А чувак, ты сделал мод именно на объемные? А потому каждый раз, играя с этим, безусловно, охеренным модом, вы будете отдалять камеру и видеть ху**, Тарьярч у себя на экране. Отдаляешь ху**, отдаляешь ху**. В общем, ссылка на оригинальный ролик будет в описании. Качать рекомендую, черный костюм вообще выглядит невероятно. Да и большинство заставок и так и так происходит вблизи к пауку. Так что паутинки видеть будете, ну и глаза тоже. Фух. Чет я накричался, чет я наорался. А ведь я совсем забыл, что увязала, как ни странно, есть и плюсы. В обзоре на Web of Shadows я восхищался анимациями паука, но вот в чем прикол. Интересно, анимированных заставок в игре было не так уж и много. Большую часть времени персонажи либо болтали, либо делали обыденные вещи. Но вот в третьей части концентрация экшн-заставок на квадратный метр дает три пендаля под зад в Web of Shadows. И все анимированы ну просто божественно. Сражения с боссами, их добивание, трюки, полеты на паутине с отсылками на фильмы. Серьезно, когда включаются такие заставки, включается нахрен кино. Постановка сцены и анимации, ну и раз ставит я под вопросом. Это что, снимали для фильма, но засунули в игру? Пожалуй, моей самой любимой сценой является момент, когда Скорпион подрывает машину в воздухе, и паук исполняет настолько охуенные трюки, какие, блядь, ни одному фильму не снились. Я просто не понимаю, как люди могут смотреть на это и говорить, что игра сделана халтурно. Вы разминируете бомбу, как вдруг подлетает летающий бомбер и спускает вагон, наполненный взрывчаткой с тормозов. Паук исполняет свой трюк из первого фильма. Приземляется на вагон, но скорость, с которой несется махина, сбивает его с равновесия. Однако паучья сила позволяет ему удержаться. Мы видим мускулатуру героя, чувствуем, как он напряжен. Зацепившись паутиной, паук прыгает в переднюю часть вагона и начинает его останавливать старым проверенным способом. Сука! Ни в одной б***ской игре по второму фильму нету остановки поезда, как элемента геймплея. А в третьей есть! И мне по***ть, что это кнопочки на экране. Я, блядь, цепляюсь паутиной и останавливаю еб***чий поезд. Я в это играю, мать твою! Я не смотрю за убогой заставкой из пластилина. Великолепная постановка сцена. Недалеко ушла я анимация главного героя. Движения паука выдались на редкость, плавными и реалистичными. В основном, благодаря этому, мне так нравится боевая система игры. Ибо за отлично анимированными приемами паука действительно приятно смотреть и смауковать каждый кадр. Меня, конечно, в этом плане легко подкупить. Я обожаю смотреть за классными трюками как в кино, так и в видеоиграх. И третий паук в этом плане просто отвоевывает мое сердечко. Чувак еб***чий сраный штопор. АПЕРКОТ С ПЕРЕКРУЧИВАНИМ ВОЗДУХЕ И ЕБЩЮ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ КАК НИХУЙ ДЕЛАЙ. То же самое касается и полетов. Я не слабо так расхвалил их в обзоре на Web of Shadows. А ведь добрая половина, если не больше половины анимаций, взяты как раз таки из третьей части. Вплоть до вообще всех анимаций полета в черном костюме. И того самого карабкавания по стенам, похожего на настоящего паука. Только без возможности регулирования скорости. НИ ПОДНОЙ ПРЕДУЩИЙ НИ ПОДНОЙ ПРЕДУЩИЙ ИДИ ОТСЮДА, ПИДОР ГРЯЗНЫЙ Поэтому не стану себя повторять про плавность там и прочее. Я просто добавлю, что если возвращаться к той же Web of Shadows и искать фаворита, то я отдам свое предпочтение третьей части. Ибо в вебне все дошло до какого-то аниме-цирка с огненными кулаками, вертушкой и фейерверками, которые ни один враг не выдержит. И тут же полетит в Вальгалу вместе с доброй половиной машин. Я теряю за всем этим парадом спецэффектов Человека-паука. Ага, героя, который хоть и обладает суперсилой, все же не является Суперменом, поджигающим всех своими фейерболами. Хотя в тройке довольно часто шутят про Супермена. Супермен! Субтитры сделал DimaTorzok Конечно же мне нравится больше третья часть, в которой вы можете прочувствовать каждый удар, что наносите врагам не только благодаря анимации, но и сочному звуку, от чего пинать и хочется вдвойне больше. И раз уж я уже напрямую говорю про вещи, связанные с геймплеем, то почему бы нам уже о нём и не поговорить. Вопреки всеобщему мнению, он не так уж и плох. Понимаю, вы мне и верите. Хе-хе-хе-хе. Ага, поверил. Ну и бредятина. Геймплей третьей части наследует то, что ему осталось от второй и алтимейта. А именно, пустой открытый мир, в котором помимо основных миссий есть всякие гонки и сбей шайку копников за время. В то время как по городу будут спавниться рандомные преступления разной степени тяжести, будь то один член банды или несколько. Либо просто тусуется, либо грабит грузовики, либо отвешивает люлей другой банде, а иногда и все три начинают полную расколбасы. Начнём со всего по порядку. Вся та побочная гоночная срань, оставшаяся от алтимейта, стала именно что побочной. Слава богу. В той игре вас просто заставляли выполнять всю эту скучную по***цу из Супермена 64 в обмен на сюжетные миссии. В тройке же они просто есть. Хошь выполняй, хошь на*** пойди. Я в принципе всегда туда и шёл. Едем дальше. Рандомные ивенты. Вы вовшадос уже можешь собирать манатки и валить на*** отсюда. Это стыдно, м***ь. Так что битва идёт между третьим и вторым пауком. Во втором было две разновидности спавна ивентов. Первый через чуваков, которые говорили вам, что где-то кто-то обосрался. Спайди иди почисти. И второй, который собственно и прикочевал в третью часть. Они просто появлялись на карте. Разумеется, я отдам свои предпочтения простому спавну в третьей части. Бл***ь, серьёзно. Эти чуваки, рассказывающие вам про преступления неподалёку. Как какие-то бабульки у подъезда. Привет, паутина. Чё, видела Лёшку-электрика из третьего дома? Так он сейчас говорит с крыши на***ца. Волк аж даёт старый. Я вообще готов во всеуслышание заявить, что такая механика преступлений мне нравится больше всех в играх про паука. У вас на карте появляется жёлтая точка, сигнализирующая о том, что где-то происходит балл сатаны. И у вас полностью развязаны руки в плане того, что вам с этим делать. Хотите быть героем? Идите останавливайте. Добрый коп вам всегда скажет одну и ту же фразу. А ваш рейтинг борца с преступностью, влияющей на то, насколько и главное, в каком районе города бандюки будут вас бояться, будет незамедлительно повышен. Он боится. Ему страшно. Комон, you're not an intellectual. You're a fake and a fraud. He tries back to it. Проигнорируйте. Ради бога. Вам включат устрашающую музыку, которая так и звучит. Позор. 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 А внизу будет маячить надпись сохранения, которая так и звучит. Я записал твой позор. Я записал твой позор. На меня это как в детстве работало, так и сейчас. Реально, в который раз назовите меня психом. Ну вот появляется эта точка на карте, и я все свои дела брошу, но пойду и остановлю сволочей. Так не хочется слушать эти мерзкие мелодии. А ведь они являются темами банд. И исходя из того, какая прозвучала, можно понять, кого вы упустили. В других играх такого со мной в помине нет. Сами же преступления все-таки уступают по качеству и насыщенности второй части. Убрали спасение горожан, за что обидно. Почему бы и нет? И возвращение идиотского шарика, за что не обидно. Но самое главное, исчезла многоэтапность. То есть там сволочи могли грабить грузовик. Ты их пи***шь, они начинают сматываться на машине, и ты их догоняешь. В тройке никто никуда не убегает, а все, что связано с машинами, теперь только как отдельный ивент. По крайней мере, хоть он сделан лучше. В двойке, б***ь, разработчики руководствовались логикой GTA. Мол, если машина долго пи***ть, она рано или поздно сломается. Ну да, б***ь, получай, странная машина, больше не будешь плохо себя вести. В третьей все намного, намного лучше. Начнем с того, что на машине можно сражаться, вплоть до трех человек одновременно. И это, хватит набирать номер дурки, лучшая реализация машинных драк. В Apple Shadows это еб***чий цирк. В Amazing это тупая кликалка. Во втором Amazing еще более тупая кликалка. В Пауке PS4 я вообще не понимаю, какого хуя происходит, да еще и выглядит тупо. Здесь же вы бьете бандюков на крыше и можете уворачиваться от их ударов, как и обычно. Но! Но! Самый смак начинается тогда, когда их двое или трое. Ибо между ними можно переключаться, и когда вы это делаете, паук исполняет такие пи***тые трюки. Я просто теку с них, как японская школьница. Ваш этот PS4 может в мусорку пойти со своими машинками и кнопконажималками. Кстати, и о них. Бить бандитов надо чем? Собственно, на этом и строится вся боевая система. Шесть ударов рукой, плюс шесть ударов ногой и возможность всех комбинирований между собой. Классный стих. На парус паутины. Все приемы и дополнительные удары открываются посредством выполнения миссии, что как бы подталкивает к их прохождению. Чем хороша боевка третьей части для меня? Это, во-первых, оху**ные анимации и чувство удара по врагу. Это, во-вторых, огромное разнообразие приемов и их комбинации. И это, мать его, одна из лучших реализаций паутины в бою. Вы можете моментально подтянуть к себе врага и начать пирать его хоть в воздухе, хоть на земле. Можете примотать его к столбу и бить как мешок с говном. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас. Проказать... Можете раскручивать и бросать в сторону. Придачу постреливая автоматными очередями паутиных шариков. Да, сюрприз-сюрприз, попав в Шадус. Паутиные шарики, это атака, а нихер пойми что. Так еще и их размер постоянно меняется в зависимости от того, с каким приемом вы их комбинируете. Все это подталкивает на эксперименты и свободу творчества. Твори ваканалью в воздухе. Поднимайся в верхние слои атмосферы и падай вниз штопором. Твори ваканалью в воздухе. О, или... АА-А, он выжил! Почему, мистер Андерс, зачем, зачем встаёте? Вы не можете победить, продолжать борьбу бессмысленно. Почему вы упарствуете? Потому что это мой выбор. Вот так и получилось у меня это со второго раза, потому что я в первый раз так долго его поднимал, что я запутался в кнопках и забыл его подтянуть снова. Я просто начал падать вместе с ним, потому что рядом не было знаний. И разбился. Блин, показательная картина. Он отправился в рай, а я остался. Так это чистилище. Так вот почему всё такое серое. В то время как Выпу в Шадоуз очень ограничены в плане разнообразия, и в ней вы по сути только и делаете, что развлекаете себя ударом паутины. В третьей вы вольны творить всё, что угодно и где угодно, а враги не будут умирать с одного удара. Более того, разные виды врагов по-разному реагируют на ваши приёмы. Например, панки спокойно получают морду, в то время как год горлы, и кунг-фу панды уже могут заблокировать или увернуться от них. А особняком над всеми стоят ёбаные бомберы, которые просто как сраные льфачи класть хотели на ваши жалкие потуги, и уворачиваются буквально от всего, вынуждая вас сменить тактику и действовать по-другому. Вау! Игра подталкивает игрока разными видами врагов действовать по-разному. Не может быть! Наверное, эта игра полный мусор! Масло в огонь подливает и наличие чёрного костюма, ведь с получением оного ваши приёмы апгрейдятся и превращаются в массовое истребление, в чём вам ещё и до кучи поможет режим ярости, накапливаемый за увороты и удары по врагам. Штука мощная, включив её, можно уже сразу отправлять врагов на скотобойню! Ну вот её внешний вид. Да, раз это режим ярости, значит и паук должен гореть огнём из задницы! Но не думайте, что всё так просто и враги вам сдачи не дадут, ещё как дадут! О чём вас оповестит паучий чутьё? От своих слов я не откажусь, всё ещё лучшая реализация не только в играх, но и вообще. Паркер чует опасность, время замедляется, чтобы он среагировал, он уклоняется, время возобновляет ход. Всё как по фильму, здесь я могу только снять шляпу перед разработчиками. Ведь пусть вам и сообщают, когда на вас нападут, именно само чутьё включаете уже вы. И именно от ваших действий и реакций зависит то, уклонится паук от шального удара или нет. Единственная моя претензия состоит в том, что проклятая шкала чутья, сука, чё-то быстро кончается. И не потому, что вы её используете, а за удачные уклонения. Ёб, ну это ж неправильно. Есть боссы, прописывающие вам серию ударов, уклоняясь от которых ваша шкала тут же кончится, и вы всё равно получите в морду. И чего уж говорить про бомберов, которые такие расчехляют свою ёб, опушку и пи*** в вашей шкале. По идее, вы после одного такого залпа должны понять, что чутьё на них не работает, а надо уклоняться по-другому. Ну ёб, рот, выглядит это как ёб, насмешка. Чё, б***ь, у тебя есть получи чутьё? Чё, время, сука, замедляешь? Замедли, мой хуй, сука. И раз уж вспомнили про боссов, давайте обсудим их. Я скучаю по старым простым временам, когда босс, это просто босс. Тварь, которую ты должен завалить, используя сугубо свои способности, и между вами происходит настоящее сражение. А в наше время-то, б***ь, что? Я прошёл этого вашего паука PS4. Ни один, сука, босс не понравился. Б***ь, это даже не боссы, это скрипт пи***ры. То есть всё, что вам нужно делать, почти во всех сражениях паука PS4, это использовать ёбные скрипты. То там что-то уронить, то тут как-то ударить, то тут как-то замотать, то уклониться по-особому. Это всё смешивается в однообразную кашу из повтора одних и тех же заскриптованных действий. И всё ещё, в 2007 году, сидит и рыдает, б***ь, Человек-паук-3. Где вы должны, внимание, сами бить боссов, своими приёмами, своими силами и опускать им шкалу жизни. Понимаете, вы с ними сражаетесь. Вы, они, ёбные скрипты или упавшая люстра. А сами схватки почти всегда проходят на равных. Но вот иногда у разработчика где-то что-то чешется, и они начинают фантазировать. А что, если паук будет отстреливать жалом скорпиона дегенератора на мосту? А что, если новый гоблин будет полчаса метать бомбы в песочного человека без какой-либо тактики или динамики? А что, если паук будет метать гигантского ящера путём раскручивания его за хвост в ебаные электрогенераторы? Это что? МАМА, ЕЁТКИ, ЕЁТКИ, МАРИО 64 РЕФЕРЕНС Вот об этом я и говорю Когда вместо того, чтобы сражаться с гадом Вы начинаете, б***ь, выплесывать лесгинку И пытаться изо всех сил попасть в эти чёртовы хуйераторы Ну давай же Ой, простите, я обосрался Ну в принципе, да Кульминация всех этих битв, как правило, становится квиктайм-ивент И чем дальше по игре, тем более сложнее и вы***вести они становятся Доходит до того, что в битве с Сэндманом Надо такие пироэты на кнопках выкручивать Что можно ещё раз обосраться И уж тем более, когда из-за багнутой древней локализации Сейчас, наверное, простые люди в игру не игравшие охуевают Кнопки, б***ь, не видно А вместо них появляется вопрос Вы просто представьте себе эту ситуацию Если бы это не была вина локализации То есть начинается такой квиктайм-ивент Вам показывают первую кнопку Вторую показывают А третью? Угадай, б***ь 500 очков на барабане, буква Буква К Буква К? Здесь? Нет Да, это всё, конечно, шутки И тут я должен что-то типа кричать и возмущаться Но за все эти годы 13 лет Я нахуй помнил все херовы кнопки Я их не вижу Но, сука, чувствую И потом спокойно прохожу квиктайм-ивенты Даже не знаю, что мне, б***ь, нужно нажимать Есть ещё одна вещь, про которую я забыл упомянуть Не мудрено, потому что в самой игре-то вы хуй догадаетесь, зачем эта штука нужна Называется палеты Просто валяются эти чёртовы палеты На уровнях, в городе И вы можете с ней взаимодействовать Зачем это нужно Это Атака БОКЕ НОРМАЛЬНЫ Последнее, о чем мы там еще не поговорили в геймплее, это полеты на паутине и фотографии Фотографии говно, так что поговорим про паутину Знаете, между третьей частью и вебней в моей башке Да, бригада уже едет, прямо как и башка Происходит битва Я играю в одну игру, она мне нравится больше Я ее хвалю Играю в другую, и вот уже она мой фаворит Соответственно, распалив по самые помидоры полеты Баба в Шадос и переключившись на третью часть Я что-то такой подумал, а полеты-то ничего Даже очень ничего Разработчики решили взять все лучшее, что было в полетах второй части И сделать их еще лучше и доступнее для народа С чем они безусловно справились Основная механика состоит в том, что нажимая shift, кнопку ускорения в определенный момент полета Вы можете выпрыгнуть из паутины, либо ускорившись, либо подпрыгнув выше Кажется банальщиной, но суть кроется в самом этом шифте Ведь нажимая его, паук начинает раскачивать ноги Как знаете, в детстве на качелях, чтобы раскачаться, тоже необходимо было махать ногами Тут тот же самый эффект Вы чувствуете, как паук делает усилие, чтобы выпрыгнуть из сети А достигается этот эффект не только благодаря анимации Но и замалеванию краев экрана, имитирующих скорость Что кстати действительно работает и помогает прочувствовать не только ускорение, но и падение Которое кстати смертельно для паука и для меня такой вариант все еще остается лучшим Урон от падения помогает лучше прочувствовать высоту и опасность полетов Черт подери вы сами подумайте Мы говорим о человеке который качается на веревках высоко над землей Естественно это должно быть и страшно и адреналиновый Когда урон есть, вы получаете особые ощущения при падении Вы вот-вот разобьетесь Еще чуть-чуть и все И тут бац и успели зацепиться Самый кайф В то время как в веп Овшадоус И всех последующих в выродках Никакого урона и в помине нет А соотвественно нет адреналина Нет опасности Ооо, сплэт Пады сколько хочешь никто не накажет А касаемо скорости Достаточно лишь зажать пробел, как паук Незамедлительно получит торпеду в задницу И полетит вверх на силе божьей благодати За этим не чувствуется ни усилий, ни веса А из-за того что паутины лепятся формально не за здание, а за страный воздух Крутить в Apple Shadows можно такие б***ские карусели, сатана позавидует. Тем мне и нравится тройка, что здесь всё спокойно и реалистично. Физика доработана, вас никуда не тянет и вы прямо чувствуете тот импакт, с которым цепляетесь в здании. Но и это не самая главная их фишка. Главное, это сами трюки и анимации. Я очень долго этого не замечал, некоторые начали подмечать недавно, но переиграв игру сейчас, для стримов и обзора, я понял, что добрая половина движения Человека-паука является прямой отсылкой на аналогичные из фильма. Вы только посмотрите на это! Это великолепно! Зная обо всём этом, вы реально чувствуете себя пауком из фильма, исполняющим те же самые трюки и летающий со вполне реалистичной физикой. Прямо как и в фильмах, спокойно и размеренно. Но даже это ещё не всё, ведь главное, самая главная фишка вообще является секретной. Наеба о ней никто нигде не пишет и вам никто о ней не расскажет. Я её сам нашёл чисто случайно и другие игроки видимо тоже. Но задумывалось ли это вообще игрой, мы так никогда не узнаем. Короче, иногда после того, как вы выпрыгнете из паутины, паук начнёт крутить сальто. Может медленно, может быстро. И если в этот момент нажать кнопку атаки, то произойдёт! Вы же знаете прыжок веры из Ассасина? Как они там прыгают с вытянутыми руками. Вот. Только они это делают, будучи на какой-нибудь опоре. А паук, он прям в воздухе исполняет. Блять, просто берёт этот ваш спайдерман и подпрыгивает его в строку от воздуха. И это, блять, самая пи***тая вещь. Серьёзно, вы никогда точно не знаете, сработает это или нет. Но зато, когда срабатывает и вас подбрасывает, и он ещё так прыгает с такой воодушевляющей позы. Ну это просто кайф, просто балдёж. И вы такие, значит, смотрите этот ролик. А сами всё думаете, ну вроде и там есть чё-то хорошие моменты, вроде и драки неплохие и полёты. Но как-то всё равно игра убога выглядит. Но знаете, что лично для меня тащит всю эту убогость? Что помогает мне забыть про графику? Забыть про модельки персонажей и забить на спорные моменты? Музыка. Самый главный плюс этой игры кроется в её саундтреке. Композитор Тобио Сенгус сумел не просто записать саунд к очередной игре по фильму. Он прыгнул выше головы и просто вытащил третью часть своим шикарным саундтреком. Миссии бомбера охуенные благодаря музыке. Миссии скорпионы пи*** благодаря музыке. Музыка. 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 Да даже миссии с Мэри Джейм прекращают быть летучим цирком и приобретают романтичные супергеройские нотки. Музыка. Это же самая распространённая шутка. Наложи на всё что угодно, самый топовый видеоряд эпичный саундтрек, как он моментально сам станет эпичным. И та же шутка произошла со всей третьей частью. Я верю в эти сцены и перестаю обращать внимание на Шепито Шоу, когда в моих ушах звучит бесподобная музыка. Особенно я хочу похвалить тему Человека-паука. Понятное дело, что прав на музыку из фильма у них не было. На Тоби Магуайра были, на Паука были, на Туалетную бумагу были, а на музыку... Но Тоби Асангус, как по мне, смог создать такую тему, которая пусть и не похожа на киношную, но довольно близка к ней и по духу, и по звучанию. Тоби Асангус Недалеко ушла и тема черного костюма. В отличие от мощного оркестра, что был в фильме, Тоби Асангус решил зайти с иной стороны и передать через музыку сущность самого черного костюма. Тема так и звучит. Сначала она глючная и заикающаяся, будто сознание Паркера затуманенное костюмом. А далее идет сила. Мерзкая развращенная сила, у которой нет границ, идеально находит отражение в ревущей гитаре. Чем-то даже отдаленно напогнает баттмой будущего, что, конечно, не может не радовать. Про саундтрек я могу говорить так еще полчаса, как и про саму игру, но давайте уже, наконец, вяжем мне руки и ноги, закроем рот и перейдем к итогам. В итоге мне нечего сказать. Это игра моего детства, игра, с которой я провел долгие 13 лет и проведу еще столько же. В ней куча косяков, в ней ужасная графика, стрёмные модельки, кошмарное откручивание гаек на бомбах. И игра, скорее всего, была сделана в спешке к выходу фильма. Но вот я играл раньше, получал удовольствие. Сейчас играю и все еще получаю удовольствие. Называйте меня кем хотите, но я не передам своего мальчика и не стану подыгрывать на поводу у интернета, поливая еще последними помоями мою третью часть. А лучше снова поиграю в нее, послушаю музыку, попинаю бандитов и полетаю на паутине. Вы же можете написать диссертацию из 101 факта, почему я не прав. Можете еще зайти в наш паблик и помнить. Хадьба! Хадьба! Я готов просто ноги расцеловать тому аниматору, тому человеку, тому богу, что сделал эту анимацию. Серьезно, настолько пафосной, настолько пи***той походки альфача, я не видел нигде. Вообще, б***ь, нигде. Он идет как повелитель жизни. Вы знаете, какое мое самое любимое развлечение в игре? Устраивать хоррор. Стоит у юбка, стреляет в меня из пистолета, а я подхожу. Медленно начинаю к нему подходить. Он стреляет, я уклоняюсь и иду дальше. Вы представляете, как страшно это выглядит с его стороны? На тебя надвигается, б***ь, смерть. Идет забрать твой пикуль. Ты изо всех сил шмаляешь по ней из пушки, а ей по***й.